В завершении проекта программы приграничного сотрудничества 24 августа Даугавпилс посетили партнеры из самоуправления Мадонского края, чтобы поделиться своим опытом и ознакомиться с результатом проекта, отреставрированным пороховым погребом Даугавпилской крепости, ныне известным как дом Беттериса Мартинсона, где представлена большая коллекция современной керамики Даугавпилского арт-центра имени Марка Ротко. На протяжении больше чем три года мы совместно с нашими партнерами из Цесминского края и Государственного агентства недвижимости Волстная кустами и Пашуми осуществляли проект на территории Лангалии и Видземы. Цель нашего проекта через улучшение объектов культурно-эстетического наследия, привлечь как можно больше туристов в наш регион, в нашу крепость. В Даугавпилсе мы отреставрировали пороховой склад седьмого бастиона, в котором уже действует дом Мартинсона. Кроме того, благоустроена прилегающая территория, площадка, на которой уже работает и детская площадка, которую можно использовать. Без этих таких больших крупных вложений инфраструктурных были сделаны и многие небольшие мероприятия. Например, были произведены деревянные тележки, которые смогут использовать наши ремесленники или торговцы во время блошинного рынка, во время каких-то других праздников на территории крепости. В рамках проекта реализовано несколько мероприятий. В Даугавпилсе отреставрирован и приспособлен под нужды выставочного зала бывший пороховой погреб и благоустроена прилегающая к нему территория. В 2019 году софинансирован фестиваль исторической реконструкции «Динамбург-1812», а также были созданы новые туристические материалы. Кроме того, партнеры по сотрудничеству в Мадонском крае отреставрировали Цесвайенский замок, установив новую систему отопления, отреставрировав окна и полы, а также построив подъемник, чтобы замок могли посещать люди с ограниченными физическими возможностями. Цесвайенский замок, безусловно, самая большая жемчужина на нашей территории. Поэтому у нас была еще и очень большая финансовая выгода от этого проекта. Мы смогли отреставрировать замок. Главное, что мы сделали, это построили коммуникации, ведь в замке никогда не было центрального отопления. В 2002 году после пожара печное отопление также было очень ограничено. Таким образом, одно из самых больших преимуществ, которые у нас есть, это то, что мы установили центральное отопление. Так что теперь туристы могут посещать замок в любое время года, и там всегда тепло и уютно. Для нас это было очень важным преимуществом, и огромное спасибо Даугавпилсу, который взял на себя руководящую роль в проекте. Мне также довелось участвовать в открытии дома Петериса Мартинсона, что было очень интересным событием. Со всей его историей, о которой я, конечно, знала не так много. А еще это экспозиция. Я определенно думаю, что сюда можно возвращаться снова и снова. Здесь есть на что посмотреть. Также заодно есть возможность заглянуть в Ротко-центр. Обязательно приведу сюда коллег, друзей и партнеров. Благодаря этому проекту программы приграничного сотрудничества Даугавпилскому городскому самоуправлению и Мадонскому краевому самоуправлению удалось не только восстановить и улучшить культурно-исторические объекты, но и внести значительный вклад в развитие туристической сферы в приграничном регионе. Сюжет подготовил отдел коммуникации Даугавпилского городского самоуправления. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!